Тем временем около 50 человек выписали из Хасавюртовской центральной больницы. Напомню, в городе отравились более 100 человек, 90 из которых дети. Предварительная причина – некачественная питьевая вода. Сейчас специалисты пытаются выяснить, из-за чего произошло массовое отравление. Все подробности у Карины Баталовой. С утра вроде бы все было хорошо, а к вечеру головная боль, рвота, температура. Причина – отравление. Врачи в ожидании результатов бактериологического анализа. Лишь на его основании можно поставить клинический диагноз – предварительный острая кишечная инфекция. В соответствии с ним сейчас и лечат пострадавших в центральной городской больнице Хасавюрта. Они к нам подходят с жалобами на подъем температуры, вялость, слабость выраженная и, соответственно, жидкий стул, рвота. В данном случае все наши дети нуждаются в регидратации, то есть в обильном выпаивании. И в инфузионной терапии. Туда входят все солевые растворы. И также они получают антибиотикотерапию, ферментотерапию, биопрепараты и витаминотерапию. Самыми уязвимыми в таких ситуациях становятся дети. Вот и сейчас из 104 пострадавших 90 – это малыши. В состоянии тяжелом поступил. Ребенок практически не ходил, у него уже было обезвоживание. На данный момент его капают до сих пор, получают все необходимые препараты. На данный момент все хорошо, в принципе. Ребенок лечение получает. И также другие детки, которые поступили с нами вместе, они тоже чувствуют уже себя гораздо лучше. По предварительным данным, массовое отравление произошло из-за питьевой воды. Поэтому эксперты рекомендуют соблюдать меры предосторожности, употреблять только кипяченую или бутилированную, чаще мыть руки, а также использовать для мытья фруктов и овощей предварительно очищенную воду. Тем временем в городе продезинфицированы все магистральные водопроводные сети. Приняли превентивные профилактические меры отключить воду из реки Акташ, которые подаются в городские водопроводные сети, отключить и пустить туда другую воду, Сулакскую воду. По одной из версий, загрязнение воды произошло из-за размыва скотомогильника близ села Ленинаул. Но в Министерстве сельского хозяйства опровергли данную информацию. Эксперты заявили, что могильник находится на приличном расстоянии от реки Акташ, да и осадков за последнее время выпало мало, а значит, остается ждать результатов проверки. Напомним, по данному факту возбуждено уголовное дело.